Малиновая опь – фантастическое небо цвета маджента. Соцсети пестрят снимками яркого северного сияния, что случилось на днях. За красивейшим природным явлением, шутят комментаторы, теперь не нужно ездить за полярный круг. Вот небо над Яровым, а это Новосибирск. Впрочем, майские причуды из космоса можно было лицезреть практически из любой точки мира. Причина – повышенная солнечная активность и, как следствие, мощная магнитная буря на Земле. Да, тут непосредственная связь имеется. Когда солнечный ветер, эти заряженные частицы взаимодействуют с воздухом, с верхними слоями атмосферы, мы наблюдаем северное сияние, так называемое. Институты прикладной геофизики уровень магнитной бури оценили как G5, то есть экстремально сильный. Такого не фиксировали 20 лет и уже оценивают последствия шторма. В Ленинградской области, пишут федеральные СМИ, наблюдали перебои с интернетом, повышенной нагрузке были подвержены космические спутники. А у некоторых барнаульцев геомагнитная буря сказалась на самочувствии. О влиянии магнитных бурь на здоровье мнения ученых расходятся. К примеру, профессор технического вуза считает, что это больше самовнушение, которому подвержены метеозависимые либо мнительные люди. Солнце волнуется регулярно. При этом ученый признает, цикл активности планеты почему-то сбился. Раньше говорили об 11-летнем цикле, хотя вот последние наблюдения опять-таки говорят, что не совсем соблюдается этот период, происходят какие-то нарушения. К примеру, очередная довольно сильная магнитная буря на Земле, поделился специалист, ожидается уже 23 мая. Но в подобных природных явлениях, подчеркивает ученый-физик, нет ничего критического. Однако череда мощных магнитных ураганов, говорит ряд российских ученых, может повлиять на погоду. Летний зной будут сменять волны арктического холода. Сбудется ли их прогноз на такое вот странное лето, каждый из нас может проверить уже совсем скоро. Елена Макаренко, Алексей Фризин. День с толком.